Шутов в регионе с тем, чтобы Армения получила новые возможности для развития страны, на мой взгляд, это чрезвычайно важная вещь. Все эти вопросы, а также другие, связанные с текущей ситуацией и с перспективами развития, надеюсь, нам удастся сегодня вместе с вами обсудить и в ходе беседы, а потом и за рабочим обедом. Дважаемый Владимир Владимирович, очень рад вас видеть. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение посетить в Москву. Конечно же, мы находимся фактически в постоянной связи, но такие встречи очень важны для сверки часов, как говорится. Мы уже договорились, что сегодня у нас будет довольно насыщенная повестка, в том числе вопросы стратегического характера. Конечно, прежде всего хочу отметить, что присутствие российских миротворцев на Горном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе. И в этом ключе я надеюсь сегодня с вами обсудить ваши взгляды на архитектуру системы безопасности в нашем регионе, на Горном Карабахе, вокруг него, в Армении и вообще в целом нашем регионе. Конечно, надеюсь, что мы сегодня обсудим некоторые нюансы деятельности российско-армянской объединенной группировки войск, у нас же еще и объединенная региональная система ПВО. И есть некоторые нюансы, которые мы, я надеюсь, сегодня нам удастся уточнить, еще раз хочу ответить ваш личный вклад в стабилизации в регионе, в нашем регионе, особенно после войны, после подписания нашего совместного заявления с президентом Азербайджана, с вами. И, ну, хочу отметить, что в этом контексте есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован. Это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как мы неоднократно обсудили, согласно заявлению 9 ноября, все заложники, военнопленные, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину, но, к сожалению, до сих пор у нас есть удерживаемые лица в Азербайджане. Я очень рад, что по поводу решения этого вопроса у нас нет никаких разночтений. Очень важно еще обсудить наши точки зрения по поводу решения Нагорно-Карабахской проблемы, потому что, к сожалению, проблема не решена, и мы должны по этому поводу тоже поговорить, обсудить, какие у нас взгляды на будущее. И, конечно, вы уже сказали, что вопросы экономического сотрудничества тоже очень важны для нас, и я надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные с стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в Республике Армении. И мы очень тесно сотрудничали и сотрудничаем по противодействию пандемии COVID-19. Мы уже получаем завтра фактически первую партию российской вакцины, и я надеюсь, что мы... Это первая партия, так можно сказать, символическая партия, но мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что в деле она доказала свою эффективность, и для нас очень важно, чтобы республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину. И, конечно, у нас очень широкий круг вопросов. Я надеюсь и уверен, что у нас сегодня будут очень эффективные переговоры. Разумеется, по всем этим вопросам мы переговорим с самым подробным образом, внимательно отнесемся ко всем вопросам, которые Вы считаете необходимыми к обсуждению, включая вакцину, конечно. Регистрация произошла у нас сегодня? Да. Завтра уже первая партия приходит в Армению. Правда, только 15 тысяч доз. Но мы нуждаемся в больше, чем в миллионах. В миллионе. Но я понимаю, что сейчас и в России тоже очень большая потребность в вакцине. У нас производство раскручивается, и речь тоже о достаточно большом объеме производства этого препарата. Поэтому я думаю, что решим эту проблему. Спасибо. Не в ущерб российских граждан, российских потребителей. Мы объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны. Потому что не все сразу хотят прививаться по мере этой компании прививочной. Все больше и больше людей хотят сделать эту прививку. Но как раз объем производства и количество желающих привиться у нас в целом совпадает. Даже небольшой есть перевес предложений. Но одновременно и объемы производства растут. Так что мы обсудим эту проблему. Продолжение следует...